Игорь Окс. Он из Одессы. Здрасте. О том, что происходит в Украине. Одесса, Украина, Балкон. Игорь Окс с нами. Приветствую, дорогой. Привет, привет, привет. Рад слышать, брат, что мы имеем возможность спокойно поговорить, потому что в целом в Одессе продолжают быть спокойно, за исключением позавчерашнего дня, когда случился прилет в черте города. Довольно-таки редкое явление для Одессы, слава богу, за длительное последнее время. Но вот есть у нас такой объект. В мирное время он имел мирный характер, мирное назначение. Сейчас в военное время он носит военное назначение. Сейчас не очень далеко от него находятся жилые дома. Если помнишь в апреле прошлого года ужасная трагедия у нас случилась, когда ракета прилетела в жилой дом, там припевало 8 человек, в том числе трое женщин, девочек, представительниц трех поколений одной семьи. Это вот дама, да, девушка, ее двухмесячная дочка и ее мама. Это вот тоже находится рядом с этим местом. И там же тоже недалеко находится мужской монастырь. Что удивительно, да, что это православная церковь московского патриархата. И вот достаточно серьезные разрушения были там. Трое людей получили оборонение средней тяжести. Один человек был госпитализирован. Вот такую вот историю неприятную мы пережили. И хотя расстояние от моего дома до этого места достаточно прилично. Мы слышали у себя дома тоже отчетливо. Это, ну, вот прям было по звуку понятно, что это прилет. Я видел в новостях, я видел в новостях священников этого монастыря, которые очень благодарили спасателей всей именности службы за очень оперативную, быструю работу и за спасение жизни людей там. Да, да, да. Я тоже видел это выступление. Примечательно, конечно, было, что на украинском языке человек говорил, священнослужитель, я не помню, настоятель или настоятель. Да, вот такая слава богу, слава богу, что обошлось без человечки, и жертвы и люди остались живы, чего, к сожалению, нельзя сказать о Запорожье, куда в жилой дом прилетела ракета, вот просто в жилой дом. И есть, ну, я не знаю, там, опять же, да, находится что-то рядом с ним, не находится. Но совершенно вне зависимости от этого факта, очередная ракета в очередной жилой украинский дом, в котором люди мирно жили и тихо спали. И город, небольшой город в Киевской области, там тоже был прилет с погибшими людьми в небольшой трехэтажный домик, там прилетела ракета, в жилой, естественно. Это вот такие события последние недели. Конечно же, не остался для нас незамеченным тур Путина или двойника Путина. Это, в общем-то, не имеет тройника Путина. Не считая, не имеет особого значения. В Мариуполе и в Крым наш интернет тут же, конечно же, отреагировал шуткой по этому поводу, для чего Путин ездил в Мариуполь и в Крым, для того, чтобы попрощаться. Да, вот такая была реакция. Интересно. Мы, конечно же, наблюдали за визитом Си Цзиньпини в Москву, риторики, которая звучала на этой встрече. Ну, смотрим, будем дальше. Давайте дождемся звонка Си Цзиньпини в Зеленском. Это интересно. Да, там что-то он не может дозвониться, я не знаю. Возможно, занят. Да только прилетел. Все будет, я думаю. Да, да. Я поэтому говорю, что какие-то глобальные выводы, ну, скажем так, вообще ставилось под сомнение сама эта встреча, как Си на ней будет себя чувствовать, когда он уже едет на встречу к человеку, объявленному военным преступником. С другой стороны, представитель МИД Китая выступил и сказал, что у глав государств должна быть какая-то неприкосновенность. Я ничего не знаю. Не, не, ну смотри, как бы, как для Китая, так и для России. Как для Китая, Россия, Америки, Израиля, если не ошибаюсь, Украина, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции. А-а-а. Вот оно что. Поэтому для Си вообще не важен тордер, он для него не играет никакую роль, он не признает это учреждение. Поэтому, то есть, в этом как бы причина. А про иммунитет глав государств, ну, это отдельная большая история. Амар Альбашиду это не помогло. Не помогло. Нет, не помогло. Ну вот. Так что, я вот, я просто, на сегодняшний день, насколько актуален институт вот такой неприкосновенности для глав государств, вот этот аспект международного права мне неизвестен, но позиция Китая вполне понятна. Тут, как бы, ничего удивительного, ничего. Абсолютно. Поэтому, да, следим за развитием событий, посмотрим, состоится ли этот звонок, о чем будут говорить, если состоится. Будем дальше делать выводы. Пока что в Одессу потихонечку приходит весна, и это радует. Это отлично, тепло. Я вижу, ты, в принципе, одет легко на улице. Да, да, одет я легко. И новости, которые вот в течение этой недели, ну, скажем так, всколыкнули пространство, которые, наверное, выбиваются там из череды каких-то привычных новостей. Есть интересный прецедент, когда моряк выиграл суд у, ну, неправильно сказать, у военкомата, это называется территориальный центр комплектации. Это чуть более широкая юрисдикция, нежели военкомат, но суть примерно та же. У нас же был издан указ о том, что людям с морской профессией можно будет выезжать за границу для того, чтобы работать по своей профессии. И человек со всем наличием документов обратился вот в такой центр территориальной комплектации. И ему отказали. Он тогда подал в суд. В суде доказал, что у него есть все необходимые разрешения и документы для того, чтобы покинуть. И суд, значит, признал действия неправоправными. И теперь человек повторно подает заявку. Это вот такая вот история. Это Одесская область. В Белгороднестровске есть у нас такой городок, Аккерман, рядышком. И вторая история про то, что день или два назад кто-то выставил фотографию в каком-то из одесских пабликах о том, что вот у нас, если где-то происходит ремонт, подвозят такую большую металлическую конструкцию, которая является мусоросборником таким большим, огромной, такая металлическая ванна. И вот кто-то обнаружил, что вместе с мусором там лежит труп коровы. Естественно, люди начали возмущаться, мол, как это так в центре города, труп коровы, что это такое. Вызвали соответствующие службы, коммунальные в том числе, и приехали вот сегодня, отрапортовали, и тоже снова по всем пабликам это разнеслось. Труп коровы оказался просто чучелом. Это выписали чучело коровы. Ну а люди на всякий случай побеспокоились. Потому что иди знаешь что. Инфекционная опасность, ну конечно. Да, вот считаю, что все главные события последней недели, я тебе и рассказал, ничего не утаил. Пскажи мне, Песах же приближается, снова меньше, чем у тебя. Ходоштов, Ниссан начался. Две недели до праздника, де-факто. Да. Готовится Одесса? Да, Одесса готовится, формируется сейчас в лагере для общины. Я же говорил, что община очень сильно пополнилась. Если Песах год назад просто была полупустая община, и пасхальные седоры на них там по крупицам собирали, можно так, людей сказать, хотя собрали достаточно немало, то сейчас вот на этот Песах община стала побольше, потому что много людей вернулось из Германии, в основном кто там находился. И поэтому сейчас решили провести в формате лагеря в одном из одесских отелей, гостиницам, есть опция на все дни праздника остаться, иметь там полный рацион, все, что необходимо. Можно на первые три дня, потому что первые два седора и потом шаббат. В общем, есть разные возможности, кошерно, красиво, весело провести седор в этом году в Одессе. Отлично, дорогой, желаю хорошей подготовки, до встречи через неделю, ну и, естественно, мира. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. С нами был Игорь Окс из Одессы, ребят.